Продолжаем информбюро. Более 10 тысяч казахстанок за последний месяц обратились в полицию со сообщениями о бытовом насилии. Напомню, с 1 июля наказания за семейно-бытовые правонарушения в стране ужесточили. Однако, стало ли это гарантом защиты для детей и женщин, выясняла Екатерина Белоусова. Статистика говорит о том, что последние изменения в кодексе дают результаты, хоть пока и совсем небольшие. Количество бытовых убийств за последнее время удалось снизить на полтора процента. Стражи порядка теперь вправе заводить дела без заявления жертвы. Достаточно показаний свидетелей и очевидцев, а также записи видеорегистратора. Примириться теперь можно тоже только один раз. Возросло число обращений в отношении домашних тиранов на тысячу фактов. Из 10 тысяч обращений о бытовом насилии только 8% обращений списываются в наряд. Это те дела, где отсутствует состав правонарушения или усматриваются гражданско-правовые споры. До 1 июля их было 60%. Теперь административное производство возбуждается по факту. А это 92% обращений о бытовых скандалах. Однако эксперты считают, что эти поправки не решили проблему в корне. И по сути, женщины, подвергающиеся бытовому насилию, по-прежнему не защищены. Ведь за нарушение защитного предписания агрессору полагается всего 5 суток ареста, за повторное – 10 суток. В других же странах, если мужчина нарушит предписание, то его ждет тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет. Жесткий контроль – это трудотерапия и это изоляция. Изоляция должна быть как минимум на год от общества, вагонного влияния, от семьи, которая в опасности рядом с ним находится. Если мы сурово не начнем наказывать за то, что кто-то себе позволяет кого-то избить безнаказанно, то, конечно, у нас будет расти еще и уровень педофилии. Печально, но факт. Как правило, женщины зря надеются на то, что домашний тиран одумается. И это были последние побои. У агрессоров с каждым разом аппетит лишь растет. А некоторые женщины, защищая свою жизнь и детей, и вовсе попадают за решетку. Екатерина Белоусова, Информбюро, Петропавловск.